По данным Всемирной организации здравоохранения, табак ежегодно уносит жизни более 8 миллионов человек. Национальный статистический комитет Беларуси отмечает, что с 2016 по 2021 года курящее население в нашей стране уменьшилось на более чем 2%. Максимальное количество курящих людей в возрастной группе 40-49 лет. Курение в 22 раза повышает риск развития рака легкого. Считается, что у каждого пятого человека, который курит, очень высока вероятность хронической обструктивной болезни легких. Более тяжело протекают другие заболевания легочной системы. Считается, что курение в 2 раза повышает риск инсульта и в 4 раза риск других сердечно-сосудистых заболеваний. Сигареты могут навредить не только здоровью курящиков, но и здоровью их друзей и членов семьи. По данным ВОЗ, ежегодно более 1 миллиона человек умирает из-за пассивного курения. Сигареты остаются одной из самых распространенных причин случайных пожаров и связанных с ними смертей. МЧС напоминает, чтобы не стать жертвой пагубной привычки, не курите в доме. И ни в коем случае не бросайте непогашенные сигареты на пол и не курите в кровати. А курок, упавший на постель, может вызвать пожар за 2 минуты. Но не менее опасную угрозу представляют непогашенные окурки, выброшенные с верхних этажей. Как можно сказать, куда сигарета не упадет, везде есть проблема. И с такой ситуацией также сталкиваются жители многоэтажных домов. В частности, когда уже наступает весенне-летняя пора, открываются окна, открываются балконы. И нередко непрошенный гость в виде сигареты, выброшенной из любого балкона, потоками ветра может занести на балкон в вашу квартиру. МЧС напоминает, никогда не курите в постели или сидя в кресле, тем более, если выпили спиртное. В таком положении очень легко заснуть. Тщательно тушите окурки, складывайте их в жестяную банку, наполненную водой. Не используйте в качестве пепельницы коробки от спичек или сигарет. И забудьте о привычке выбрасывать окурки с лоджии или балкона. Вот такие загорания, такие происшествия могут создавать угрозу и для жильцов вышележащих квартир, и для жильцов соседних квартир. И мы особое внимание уделяем этому, особое внимание обращаем на то, чтобы граждане, которые знают, что у них в подъезде, у них во дворе, есть люди, которые курят, которые могут вести социальный образ жизни, чтобы нас информировали, информировали правоохранительные органы, чтобы были приняты определенные меры в отношении этих людей, по той простой причине, что их беспечный образ жизни может создавать угрозу для вашей жизни. Лучше всего обезопасить себя и своих близких от последствий курения табака – отсутствие этой вредной привычки. Если мы бросаем курить, то считается, что через 20 минут нормализуется частота сердечных сокращений, где-то через 12 часов нормализуется уровень моноксидоуглерода, где-то в течение 2-12 недель нормализуется кровообращение, и функция дыхания, где-то через 10-15 лет снижается риск инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний до уровня, как человек не курил, и где-то в течение 10 лет снижается риск смерти от рака легких по сравнению с курящим. Не подвергайте опасности себя и своих близких. Откажитесь от курения. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...